Как провела этот год национальная телерадиокомпания? Какие проекты запущены? И что удалось сделать? В 2017 году наш канал расширил сетку вещания. Заработали новые проекты и засветились новые лица. Платную парковку теперь обозначают биржевой эмблемой рубля, а парковку для инвалидов объединили в один знак. В 2017 году редакция новостей выдала в эфир 2500 выпусков. Мы были в эфире ровно 365 дней. Самые свежие новости, актуальные темы, известные люди и наболевшие проблемы. Рассказать успели обо всем. Снежные вершины, громады скал, от сотворения мира в хаосе, поднявшегося к небу. Произведение наследия писателя художник посвятил Эдрису Базоркину. Здесь использованы ковка, гравирование и сварка стали. В народе говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Наши ведущие, операторы, режиссеры и инженеры ежегодно под бой курантов и свет салютов снимают и транслируют главную республиканскую елку. Это для тех, кто праздник любит, но мерзнуть не хочет. Благодаря нашему каналу любители спорта смогут также насладиться зрелищными выступлениями бойцов, при этом не покупая билета и даже не вставая с дивана, если, конечно, у вас есть пульт от телевизора. НТРК «Ингушетия» проводила эфир из самых ярких спортивных событий. В их числе чемпионат России по вольной борьбе, финальный этап Кубка ралли «Ингушетия», битва в горах, битва нартов, в Назране, вечер профессионального бокса героя ринга. Это победа, я посещаю своей маме и поздравляю всех. По спортивной части Тамерлан Хампхоев, корреспондент и комментатор. На важных состязаниях его задача не просто рассказать о последних новостях, но и делиться эмоциями, рассказывать о том, что остается за рингом. Мне кажется, зрителям как раз-таки будет гораздо интереснее увидеть эмоции и корреспондента, и того, кого ты записываешь, потому что человек не может скрывать своих эмоций, особенно когда побеждает твой земляк. Парады в прямых эфирах. Еще один бонус от канала. 1 и 9 мая – День народного единства, День флага России и Грандиозный День Республики. К каждому знаменательному событию в регионе наш канал старается сделать так, чтобы даже те, кто не присутствовал на мероприятиях, смог окунуться в атмосферу праздника. Мы сейчас готовимся опять к прямому эфиру, и как это сложно. А если у вас целый день эфир, это тоже очень сложно, я вам честно скажу. И казусы какие-то, ну, было, было немножко, были, не по сценарию вещи, но приходится импровизировать. А в день рождения канала наши коллеги отметили четвертую годовщину многочасовым телемарафоном. Ведущие в режиме нон-стоп принимали гостей в студии и звонки от телезрителей. Хотел поздравить вас с очередной датой, пожелать вам благодарных зрителей, ярких творческих идей, профессионального роста. Мы смотрим вас, мы наблюдаем. Вы наша частичка нашей Родины здесь. Поэтому, присоединяясь ко своим поздравлениям, дал бедский бог, суббоку. Еще одно важное и ответственное событие этого года для телевизионщиков – пятый форум СМИ СКФО. Здесь работа шла сразу на два фронта. Во-первых, показать гостям, каким мы видим телевидение будущего, а во-вторых, передать зрителю в онлайн-режиме, как проходит форум. Мы находимся в здании научной библиотеки Игурского государственного университета, где в эти минуты проходит пятый юбилейный и первый региональный форум СМИ Северного Кавказа. Понимание того, что происходящее на экране – это прямой эфир, вызывает у зрителя особый интерес. Именно поэтому онлайн-вещанию отдан большой приоритет. Важные политические события в долгий ящик также не откладываем. Ежегодное послание главы республики народному собранию или диалог с народом обязательно проходит в прямом эфире. Зарема Ивлоева, Зелимхан Калоев, Новости 24.